Добрый вечер! Меня зовут Ксения Фрик, это Журсовет. Здесь журналисты задают вопросы, которые действительно интересны. Сегодня в студии вместе со мной мои коллеги, это Анастасия Шерстнёва и Надежда Ведерникова. У нас в гостях экс-депутат областного ЗАГС Собрания 4 и 5 созывов Дмитрий Русский. Добрый вечер! В одном из интервью нашему каналу вы сказали, что аэропорт Победилово – это трудный ребенок. Почему такое сравнение? На самом деле у нас много трудных ребенков. Но если мы смотрим за период нашей работы 5-го созыва, где я был депутатом, то буквально с 2009 года с аэропортом Победилово происходили какие-то чудеса. И вообще сам процесс по аэропорту Победилово очень шел тяжело. И получается, что мы очень долго конфликтовали, можно сказать, как вы сейчас сказали, и с правительством Кировской области, и очень сильно ругались с Никитой Юрьевичем Белых по поводу того, что происходит в аэропорте Победилово, и куда деваются наши громаднейшие деньги, которые мы вкладывали. И все-таки где-то в конце 2013 года мы все-таки после долгих дискуссий, обсуждений пришли к тому, что мы увидели какую-то эффективность в работе аэропорта Победилово, особенно с начала 2014 года, когда пришел туда новый директор Андрей Жданов. И понятно, что вот эти, по крайней мере для меня, 4-5 лет работы в созыве 4-м и 5-м, и как раз обсуждения, в том числе и споры по аэропорту Победилово, они очень тяжело давались. И все-таки было приятно, когда все-таки после долгих дискуссий мы все-таки начали получать то, что мы должны были получать, и то, что нам обещало правительство Кировской области, что в 2012 году аэропорт полетит как птицы, значит, люди будут летать куда захотят, вплоть до даже обещали, что мы полетим и в Турцию, и в Египет, и куда угодно. Да, и международный рейс. Да, да, но обещаний было много, с 2009 года до 2013 года результат был никакой. При всем при этом за этот период времени мы, ну не мы, а правительство в том числе вложило из областного бюджета почти под миллиард рублей. А получили ответ, куда деваются громаднейшие деньги? Ну, мы понимали, куда деваются эти деньги, и контрольно-счетная палата, которая в 2012 году проявила там большую работу и показала, куда наши деньги деваются, можно по-русски сказать, что они бесхозно тратились и разворовывались по-русски. Говоря, старым директором, который работал до прихода Андрея Жданова, по-моему, называю, фамилия была Андрейчук. Ну, сколько мы знаем, ответственность ведь никто не понес. Ну, у нас очень часто бывает, что ответственность до сих пор по многим нашим проблемам не несутся, но в данном случае, к сожалению, да, ответственность никакую не понесли, и тогда его очень сильно прикрывали, и пытались, представитель совета директоров аэропорта победил, а тогда был господин Ширчков, всем известный замгубернатор, который, в общем-то, пытался все это спустить на тормозах, и они на самом деле все это спустили. Я так поняла, что из всех руководителей вы именно отмечаете Андрея Жданова и его работу. Именно в его период пошли изменения. Да, мне показалось, и я думаю, что, как и многим, кто сегодня начал буквально с 13-14 года более активно пользоваться перелетами из нашего аэропорта победил его, мы все заметили большие изменения. Аэропорт реконструировался, он стал похож реально на аэропорт. Там появился нормальный туалет, и появилась комната ожидания, внешний вид. И вот я буквально сейчас открыл там таблицу, которая есть в прямом доступе. Мы еще увидели, что, во-первых, маршрутная сеть очень сильно начала расти. И потом мы увидели, что пошел рост пассажиропотока, что для экономики очень важно любого аэропорта. И мы все ощутили то, что, в общем-то, жизнь начала налаживаться. И с этой точки зрения я считаю, что, конечно, большая заслуга на тот момент была Андрея Жданова. Ну, по официальной версии, с ним закончился просто контракт, его не стали продлевать. Это действительно та причина, по которой Жданов ушел? Я думаю, что это такая, как бы, история похожая, потому что закончился контракт, мы его там расторгли. Я думаю, что основная причина, конечно, не в этом, а в том, что с приходом нового губернатора, который появился в 2016 году в нашей области, задача была всех, кто работал при Никите Юрьевиче Белых, их всех поменять. А стоит ли эффективный руководитель? Подожди, стоп, стоп, при этом никто не рассматривал, эффективные они или неэффективные. То есть просто сменить? Просто сменить, да. У нас есть куча примеров, когда я там точно понимал, что Жданов – это эффективный там руководитель. У нас было Министерство социального развития, где был эффективный министр, это Кирилл Лебедев, всем известный. То на самом деле можно много обсуждать, там хорошая или плохая была команда у Белых, но однозначно, как и в любой команде, там были хорошие, эффективные люди, которые реально работали и показывали результат. Андрей Жданов к этому относился. При Белых тогда появились рейсы Победы, Лоукостера, и сейчас вот из последней информации, как раз авиакомпания Победа снова, возможно, с осени вернется в Киров. Это чья заслуга? Ну, заслуга, я думаю, что, конечно, на тот момент губернатора Белых в 2014 году они провели большие переговоры с компанией Победа. Насколько я знаю, там в ней очень много людей участвовало, которые имели там какое-то дальнее отношение к Кировской области, в том числе известный наш земляк, зять президента Ельцина Окулов, который работал генеральным директором очень долго в аэрофлоте, а сейчас он работает, по-моему, в памяти не изменяет, замминистра транспорта Российской Федерации. Плюс были еще какие-то, видимо, силы привлечены, потому что на тот момент и на сегодняшний момент еще больше компания Победа заходит в крупные города, где высокий пассажиропоток. На тот момент, когда заходила Победа, у нас пассажиропоток в конце 2013 года был 49 тысяч. То есть без личных договоренностей они бы не решились? Да, я думаю, что это не та история, потому что компания только начала работать, понятно, что ей нужна была эффективность, ей нужны были зарабатывать деньги, она заходила на рынок, тем более на сегодняшний момент и тогда это единственный лакостр в нашей стране, то, конечно, здесь сыграли какие-то личные отношения и личные заслуги людей, которые пытались все-таки завести хорошего перевозчика и самого главного, главное, дешевого перевозчика для аэропорта города Кирова. Я думаю, появилось тогда трехстороннее соглашение между правительством Победиловой и Победой. То есть там же были, скажем так, выгодные условия для Победы. Там авиакомпания получила скидку на наземное обслуживание на московские рейсы 80%, на петербургские 50%. И сейчас идет речь о том, что с осени Победа снова получит какие-то особые условия, уже известно какие. Но, смотрите, на самом деле тут можно по-разному смотреть на эту историю. Во-первых, было подписано тройственное соглашение, где было все прописано. На тот момент, на год вхождения на наш рынок перевозок, компания Победа однозначно просила какие-то определенные условия, потому что 49 тысяч – это разговор ни о чем. Потому что на самом деле она сегодня летает в тех аэропортах и в тех направлениях, где пассажирпоток, я думаю, превышает и 300, и 500 тысяч. При этом были поставлены какие-то определенные условия и для Победы. Главное условие по всем финансовым отчетам и бизнес-планам, которые предоставлял Заксобранию и нашему комитету Андрей Жданов, это был выход на экономически обоснованные форматы работы аэропорта Победилова, для того, чтобы выйти из убытков и выйти на самоокупаемость. Жданов заявил, что к 2018 году аэропорт может выйти на самоокупаемость, но этого не случилось. Нет, Жданов заявил, что точки безубыточности аэропорта начинаются после 200 тысяч человек пассажиропотока, после этого аэропорт начинает работать без убытков. Значит, бюджетные средства из областного бюджета на поддержание аэропорта Победилова расходоваться не будут. Это была основная задача. Значит, с этой же основной задачей и было предложено компанией Победа за счет низкой цены хороших аэропортов, хороших стыковок в других аэропортах, даже полететь в любой город или в любую страну, компанией Победа, которая сегодня летает, значит, они должны были нам поднять этот пассажиропоток как можно быстрее. Вот я хочу сказать, что в прошлом году пассажиропоток Победилова составил 166 тысяч человек. Это получилось ниже, чем в 16-м году. На 30% это ниже, чем в 16-м. Это как раз связано с тем, что Победа ушла. Да, это основной фактор, потому что, смотрите, у нас есть пассажиропоток с вами с 12-го года. В 12-м году, когда вот еще все начиналось, пассажиропоток в городе Кирове был 34 тысячи. В 13-м году он становится 49. Буквально заходит компания Победа в 14-м году пассажиропоток 74, в 2015-м году 124. Очень резкий. Да, очень резкий. Мы шли по параметрам по росту пассажиропотока в нашем аэропорту, больше, чем среднестатистическая по Российской Федерации. В 16-м году, а значит, за только 10 месяцев 16-го года статистика была 165 тысяч. К концу года мы поимели эти 200 тысяч. В плане стратегии Ждановой в бизнес-проекте 200 тысяч мы должны были только набрать в 17-м году. То есть пошли быстрее? Быстрее, потому что ситуация, которая складывалась в аэропорте Победилово, она позволяла нашим людям активнее пользоваться самолетами, потому что цена реально на Победу была совершенно по карману даже небогатому краю, как Кировской области. Ну сколько в среднем была стоимость? Ну давайте, если так честно сказать, 999 многие покупали, но это не та цена, по которой. Ну я могу сказать, что я очень часто пользовался, если ехать без чемодана и как бы более-менее комфортно, это полторы-две тысячи. Ну вот я лично узнавала, сколько стоит долететь до Казани, мне озвучили цену в кассе аэропорта 11 тысяч рублей. Победа не летала в Казань. Да, ну вот это значит была другая компания. Нет, это не та история, из Кирова Победа в Казань не летала. Я сегодня зашла на сайт Победилова, новостей о том, что авиакомпания Победа возвращается пока нет. Посмотрела, сейчас существует три рейса в Москву от компании «Руслайн». Два утренних, по-моему, один дневной. Да, у них получается. И цена билета, вот если, например, на завтра купить нам билет, вот самый дешевый будет 8227 рублей. Да, это безумная цена. Это цена, я вообще считаю, что тут должно заниматься этим фаз. Потому что то, что сегодня творит компания «Руслайн» на нашем рынке перевозки, это просто какое-то там безумие. И это просто как бы неуважение к кировчанам. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня летний период времени. Если даже, допустим, какая-то семья захочет вылететь из города Кирова, а так как у нас фактически в Севат ничего не летает, кроме одной поездки, по-моему, какой-то авиакомпании в Симферополь. Ну и да, еще рейсы на регион Марс, Марс, Сочи, Анапы, Симферополь. Да, но это очень редкий рейс. Сочи стоит 11200 рублей. В одну сторону. То мы с вами возьмем легкую математику, на Рима мы не берем, потому что туда желающих лететь нет. Да, туда никто не хочет лететь, это 100%, только на работу летят. То если мы возьмем среднюю арифметику сегодняшнего рейса до Москвы для того, чтобы перелететь в какую-то другую теплую страну, или в Сочи, в Крым, я к примеру говорю, или еще дальше Турция и Египет, то, что сегодня очень популярно среди наших жителей, значит, то получается, что в обратную сторону это 16000, если семья идет из трех человек, надо заплатить 50 тысяч, почти 48, только чтобы вылететь из города Кирова. Час лета там стоит, ну, час-двадцать полета. То эта цена вообще совершенно безумная, непонятно, как они это все делают, но мы там точно можем понимать, что они это делают, потому что сегодня на нашем рынке нет конкуренции вообще. Последняя компания, которая там все восхваляли, что придет там дешевая лакорста саратовская авиалиния, на самом деле мы сегодня понимаем, что с ней произошло, и я очень счастлив, что горе, которое случилось с этой авиакомпанией, ну, даже не с этой авиакомпанией, а с людьми, которые летели этой авиакомпанией, она не коснулась там кировчан, потому что этот рейс и борт летал в город Киров. А как вы думаете, если победа все-таки с осени вернется в Киров, уже говорят, что зимой появятся рейсы, Руслайн скинет тогда стоимость своих билетов? Ну, я думаю, что эта ситуация, как бы, понятно, что обычного рынка, то она будет вынуждена, как бы, скидывать, потому что победа все равно сегодня будет предлагать, там, стоимость, там, от тысячи до трех тысяч, примерно, в таком диапазоне, то, понятно, с восьми тысячами Руслайн просто никуда не улетит. Сейчас нам необходимо прерваться, продолжим буквально через минуту, не переключайтесь. Вы смотрите Журсовет, и мы продолжаем. У нас в гостях Дмитрий Русских, экс-депутат областного законсобрания 4-го и 5-го созывов. Говорим мы сегодня об судьбе, наверное, тяжелой истории аэропорта Победилова, о трудном ребенке. Ну, я бы еще сказал, знаете, есть такая песня, кто-то должен летать, а кому-то ползать, да. Вот мы говорим о том, что мы летаем, как все нормальные города, или мы все-таки ползаем и передвигаемся совершенно в другом пространстве. Потому что 21 век все-таки это, я считаю, что век скоростей, самолетов, быстрых передвижений, потому что сегодня и молодое поколение, и среднее, и старшее, сегодня все хотели бы передвигаться, куда-то летать, путешествовать, отдыхать, при всем при этом за доступные деньги. Дмитрий, ну это же, наверное, вопрос такой прям логики. То есть, если победа уйдет, было понятно, что кировчане будут недовольны этим фактом. Как так получилось, что вообще упустили победу? Ну вот я в 2016 году, когда это было принято решение, я еще был депутатом ЗАГС Собрания, я об этом выступал и говорил о том, что для нас это будет очень плохая история. Значит, все прекрасно понимали, что обеспечить такой пассажиропоток, а даже по графику, которую предоставлял Жданов, который мы сейчас очень положительно вспоминаем все, значит, вот сегодня 2018 год, у нас пассажиропоток уже должен был быть 350 тысяч. То понятно, что это реальные цифры, потому что я смотрел на развал Советского Союза, 1991 год, аэропорт победил, перевез, по-моему, в 90-м или 91-м году, того века, почти 680 тысяч, да, то мы понимаем, что все эти цифры, да, потому что мы с вами там должны четко понимать, что аэропорт это не просто какая-то радость или там какой-то там, это на самом деле говорит... Общественный транспорт. Да, это говорит о качестве города, потому что вообще аэропорты есть в городах, а в провинциях их нет. Если мы считаем себя провинциальным городом, нам не нужен аэропорт, да, потому что есть города, которые бьются за аэропорты, потому что это придает статус городу, да, это очень, на самом деле, комфортно, это очень круто. Я считаю, что это вот как бы город Киров с полмиллионом, он всегда имел аэропорт и всегда имел очень большую связь с другими городами. Значит, понятно, что в 2016 году, отказываясь от победы, мы там все должны были понимать, кто принимал эти решения, что картинка будет такая, которая произошла. Значит, мы сегодня падаем очень сильно на 30% в 2017 году, я думаю, что процентов на 30, на 40 мы упадем в 2018 году, потому что сегодня за такие деньги, которые предлагает компания «Руслайн», там за 8 тысяч, да, летают только единицы, потому что я еще раз хочу сказать, что это безумие просто, они просто грабят кировчан, значит, пользуясь тем, что сегодня кроме их нет никого. Значит, и это было всем было понятно, и самая печальная история, что у нас была стратегия развития аэропорта, да, мы хотели уйти на безубыточность, мы хотели, чтобы аэропорт реально был очень хорошим, и наш город там был не только связан там с плохими дорогами или там еще с кем-то скандалами, там, да, что Никиту Юрьевича там арестовали, или что, о том, что у нас есть хороший аэропорт, наши люди могут летать куда они захотят за доступные деньги, потому что компания «Победа» давала возможность уже буквально с 16-го года пересадками пересаживаться очень удобно в аэропорту Внуково и перелетать в любую направление транзитом, да, куда летает эта авиакомпания. Это была и Испания, это была и Италия, это люди летали и в Германию, и на самом деле цена билетов была очень доступная, вплоть там до 2-3 тысяч. Если вспомнить хронологию, хочу напомнить, что после Андрея Жданова к руководству «Победилова» пришел Алексей Легконравов, он стал генеральным директором в сентябре 16-го года. После, так же, как со Ждановым, контракт у него был завершен, его не стали продлевать, но в этом году вскрылась некая информация, в СМИ стали появляться заголовки, что бывшего гендиректора «Победилова» Алексея Легконравова подозревают в хищении 30 миллионов рублей. Позже эту информацию опровергли. Как вы считаете, все-таки это так или нет? Весно обоснования, да, какие-то? Кто не помнит, вот так выглядит Алексей Легконравов. Человек, который сделал то, что у нас не летает «Победа», значит, и человек, который за год фактически не создал то, что он хотел и обещал. Я не понимаю, как вообще… На самом деле, это ошибка кадровая. Нельзя назначать людей, которые никогда в этой отрасли не работали. А чем он занимался до этого? Я не знаю, о чем этот человек занимался. Ему, по-моему, 31 или 32 года. Он совершенно такой, как бы, еще можно сказать, юный человек. И при этом никогда в таких направлениях, которые связаны с аэропортами, с предприятиями, он не работал. Это фольстах? Есть информация, что Куземская всем известная. У нас очень известная была дама, которая куда-то делась быстро очень, когда начали всякие эти скандалы, связанные с ее решением. Да, видимо, это было ее решение, назначение вот такого человека. Непонятно, по каким критериям оценки. При всем при этом мы с вами должны понимать, что аэропорт – это даже, наверное, где-то и более ответственнее, чем назначение на другие министерства или департаменты, потому что это реально безопасность. Значит, и люди должны в той системе, где они работают, и обеспечивать безопасность еще тех людей, которые у нас перемещаются. А в 2016 году это 165 тысяч, да? То, с моей точки зрения, это вообще какая-то очень странная история, и совершенно непонятно, на что она была вообще рассчитана. Но если вернуться к хищению, 30 миллионов рублей – это утка или откуда такие прям точные цифры, подробности, фамилии? Смотрите, если он до сих пор не арестован, и с ним ничего не происходит, и уголовные дела не знают, значит, это фактически утка. Но при этом я хочу сказать, что… Кому она может быть выгодна? Такой слив информации? Тут нам сейчас не найти всех интересантов, кто мог это слить. Но при этом я в самом начале нашей беседы сказал, что до прихода Жданова, то, что творилось в аэропорту Победелова, там должны были заниматься не только контрольно-счетная палата, там должны были этим заниматься все фискальные органы, в том числе и все остальные комитеты прокуратуры. А почему не занимались? Ну, я вам скажу, что у нас есть такая очень странная история, которая всем уже известна, это Парк Победы, когда один известный товарищ продал своему сыну фактически друзьям парк меньше, чем материнский капитал. Потом есть уже история, что его перепродали известные кировские компании, кировспецмонтаж, там в пределах 180 миллионов, и все прекрасно знают уже всю эту цепочку, но ничего не происходит. То у нас очень часто бывает, что совершенно в элементарных вещах, когда должны уже вмешаться в фискальные органы, и, как говорит наш президент, а где посадочки, посадочек до сих пор нет. Вот как самолеты у нас стали плохо садиться, так и у нас с посадочками очень сложно. А говорят, что дело-то все-таки ведется, и даже допрашивают. По Парку Победы, да, и посадочки ожидается. По Парку Победы, я думаю, что на самом деле работа какая-то ведется, но пока мы не видим ее результата, потому что все ждут каких-то определенных решений, где на самом деле мы увидим посадочки, потому что я считаю, что то, что произошло, это просто безобразие, и это просто грабеж средь белого дня. А слегка нравовым вообще предпосылки-то есть для того, чтобы была вот такая информация, такой слегка? Ну вот писали, что деньги были выделены аэропорту Министерством транспорта Кировской области в качестве субсидий на возмещение затрат на обслуживание воздушных судов. Это вот эти 30 миллионов рублей. Это областной бюджет. Значит, деньги, я думаю, что должны были быть сырьевыми. Если на самом деле то, что пишут, и я прочитал, что он перевел себе на карточку эти деньги. Это совершенно дикая история. Да, это какая-то дикая история. И тогда надо как бы или разбираться, кто это вообще разрешил, потому что сырьевка там, или его положить там в определенные у нас есть больницы, которые проверяют, что совершенно какая-то левая схема, и она совершенно примитивная. Наверное, чтобы билеты купить до Москвы и обратно? Я не знаю. Я буду надеяться, что все-таки такое безобразие в аэропорте Победилово не существовало в последние годы, потому что то, что мы сегодня видим, вливание областного бюджета будет продолжаться, потому что поток падает, и буквально два месяца назад им выделили уже 30 миллионов, завтра на пленарном заседании им выделят еще 10 миллионов. То понятно, что сегодня ситуация с задержкой по зарплате, с различными оплатами налогов, в аэропорте Победилово снова очень тяжелая. То есть теперь опять возникает вопрос про самоокупаемость? Про самоокупаемость уже вопрос не стоит, потому что мы уже видим, что нет никакой самоокупаемости, что падает уже поток, то мы обратно возвращаемся к 2013 году. Что касается Победы, то есть она наверняка вернется, или это пока ведутся перекрытия? Я так понимаю, что это договор о намерении, желании после полтора года совершенной ошибки вернуть все на свои места. И, наверное, какие-то переговоры ведутся, и все, наверное, кто принимался в совершенно безумное решение о том, чтобы убрать Победу, они хотят обратно ее вернуть. Но я не думаю, что это произойдет завтра или послезавтра. Мы сегодня с вами прекрасно понимаем, что в стране идет чемпионат мира, где требуется большой парк самолетов для того, чтобы перевозить по тем городам, которые сегодня принимают чемпионат мира. Плюс идет летний период. Все авиакомпании загружены в летний период. И понятно, что в лучшем случае, как нам говорят, что я думаю, если это на самом деле произойдет, это будет октябрь, ноябрь, декабрь. Но это не произойдет завтра. Но это просто технический формат. Это легко выгнать кого-то, а вернуть это гораздо тяжелее. Про кризис в Победилово хочу добавить. Вот нашла информацию, что в начале года министр транспорта Кировской области пришел к выводу, что убыток аэропорта Победилова в 2018 году, то есть заранее просчитали, составит 25 миллионов рублей. По предварительным расчетам, прибыль Победилова в этом году составит всего 139 миллионов рублей. Однако эта сумма не покроет текущие расходы предприятия. 25 уже не сходится, потому что уже в этом году им дали 40. Я думаю, что средняя сейчас дыра, которая у нас существовала при том пассажиропотоке, я думаю, что примерно, если ничего не поменяется, и мы будем дальше падать пассажиропотоку, то цена вливания областного бюджета будет примерно от 100 до 150 миллионов ежегодично. С приходом Победы будет ли опять рост пассажиропотока? Вы понимаете, у нас очень какая-то интересная практика. Мы сначала идем вперед, потом снова уходим назад, и потом снова идем вперед. Шаг вперед, два назад. Это точно про нас. Конечно, это может быть когда-то произойдет, но неизвестно когда. На самом деле, если бы не было таких поспешных решений, и шашкой бы никто не скакал, и не врубал там все, что хорошее было создано и старым руководством, то все поломать и построить заново до основания, а затем это гораздо все длиннее и дольше. То с моей точки зрения, что если мы в этом году, просто я вчера был в аэропорте Победилово, и видел, что там народу практически нет вообще, хотя идет лето. Мы где-то в этом году будем летать или ползать, ползать около 100 тысяч по ССЖ потоку. Это мы понимаем, что для того, чтобы снова нарастить до 200, а может быть даже чуть побольше, нам надо еще полтора-два года накатывать снова эти все рейсы. Это опять уходит к 2020 году, может к 2021 году. В данном случае, есть такая очень хорошая поговорка, бывшая премьер-министра Российской Федерации, Черномырдина, хотели как лучше, а получилось как всегда. Не знаю, как хотели лучше, но получилось как всегда. То те деньги, которые мы начали обсуждать с вами, что она имела определенную скидку, скидку она имела на самом деле, может быть и большую, но при этом цены в аэропорте Победилово значительно отличались от соседних аэропортов, которые есть в Казани, в Перми, и куда летает Победа, и они попросили нас подогнать цены, которые существуют на рынке, в рыночные, и при этом дать еще к ним определенную скидку, потому что компания Победа заходила совершенно в нерабочий аэропорт. При этом они несли там полную ответственность, что они накатают нам пассажиропоток, потому что у них очень хорошие и комфортные цены. Вот интересно, на каких сейчас условиях они к нам вернутся? Условия будут точно такие же, как захочет компания Победа, и никто там ничего по-другому не сделает. Если мне память не изменяет, вот эта разница недополученных аэропортом Победилова денег за обслуживание, которое все там говорят, составляла там от 10 до 15 миллионов по году. Но задача была Жданова, чтобы он работал с пассажиропотоком, что когда уходила Победа, она как раз это и сказала. Они сказали очень правильные вещи. Ребята, мы вам обеспечиваем высокий пассажиропоток, а зарабатывать деньги вы научитесь на пассажиропотоке. То можно по-разному смотреть, убыток это или доход, но 10-15 миллионов точно сегодня не идет. Со 150, которые мы будем сегодня платить из-за того, что упал пассажиропоток, и экономика аэропорта Победилова совершенно поменялась. Тем более там до сих пор они не могут найти такого же похожего хотя бы директора, как Жданов, который в этом разбирался. А кто сейчас? А сейчас там вообще никого нет, там исполняющие обязанности. И в данном варианте получается очень печальная история, что хотели как лучше получилось, как всегда, то сегодня областной бюджет гораздо больше будет тратить денежных средств на поддержание аэропорта Победилова, потому что расходная часть у них остается всегда одинаковой. Что летает 100 человек, что летает 10 миллионов. Наше время заканчивается. Я хочу еще добавить, что появилась информация. На сегодняшний день у Победилова имеется кредиторская задолженность в размере 104 миллионов рублей. И в марте 2017 года замминистра транспорта России Сергей Арестов предложил продать Кировский аэропорт. Наверное, вспомнить эту ситуацию. Все продать. Своё мнение он... Все продать, что можно. И от всего отказаться, и просто наблюдать за все. Такое мнение он выразил на просьбу помочь Победилова деньгами из федеральной казны. Как заявил Арестов, цитата, «Не можете содержать, продайте, придет инвестор, а на нас здесь можете не рассчитывать». Отлично. Но вот у нас сегодня с вами появилась определенная дыра, которая сразу видна. Так вот все-таки, может быть, Победилова победила? 104 миллиона сегодня есть в кредиторской задолженности, которую они не могут погасить, и плюс 40 миллионов мы выдали. Вот уже сразу сегодня видно дыра в бюджете, примерно 150 миллионов. Понятно, что эти деньги они не заработают, эти деньги будут выделяться за счет налогоплательщиков, анализов с вами, для того, чтобы эту историю закрыть. Продать можно вообще все. Можно вообще кирускопость продать кому-то и вообще ни за что не отвечать. Если кто-то купит. Да, если кто-то купит, да. Вот точно такая же история и с аэропортом Победилова. Вы кому его продадите-то? И в данном случае это самый легкий путь. То вернее всего, что никто, конечно, его не купит, и сегодня, как бы, может быть, кто-то и не хотел, но мы все равно будем находиться в формате того, что это будет государственная собственность, это будет связано с Кировской областью, и надо все-таки не искать покупателей, а надо искать нормальных руководителей, менеджеров и выстраивать работу аэропорта так, чтобы его работа была эффективной и комфортной в первую очередь для населения. Но будем мы летать или нет, мы, наверное, узнаем об этом в ближайшем времени. Еще вопрос, за сколько? Потому что в данном случае цена вопроса на билет это главный фактор того, что будут наши люди летать или не будут. Если будет цена, как у Руслайна, 8,5 тысяч, летать никто не будет. Если будет цена, как была у Победы, значит, народ будет летать, потому что летать гораздо комфортнее, чем ездить на поездах и на машинах. Спасибо, что сегодня ответили на наши вопросы. Напомню, в гостях был Дмитрий Русский, депутат областного ЗАГСа Брани, 4-5-го созыва. Вместе со мной вопросы задавали мои коллеги Анастасия Шерстнева, Надежда Ведерникова. Меня зовут Ксения Фрик. Увидимся в Руссовете уже завтра в 20 часов на Девятка ТВ. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин